Господи, благослови! Приди и все лисяны, и очистены от всяких верны, и спаси благослови души нашим. Война Царя, Сына и Святаго Духа. Аминь. Сенат Евангелия от Луки. Дальше мы продолжаем. Первая глава, с 31 по 33 тихие. Нашли? Угу. Его зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог в престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. С толкованием блаженного феофилакта. И вот зачнешь, этого преимущества не удостоился еще никакая другая дева. Сказал во чреве, этим показывается, что Господь существенно воплотился из самых ложественных девы. Толкованием. Пришедшие для спасения нашего рода справедливо названы Иисусом, ибо имя сие в переводе на греческий язык означает спасение от Бога. Иисус по толкованию значит спаситель, потому что и спасение называется ИАО. Слыша о престоле Давида, не подумай о царстве чувственном, но разумей о божественном, которым он воцарился над всеми народами, божественной проповедью. Дом Иакова суть уверовавшие как из евреев, так точно и из других народов, ибо таковы, собственно, суть Иаков и Израиль. Как же говорится, что он, то есть Господь, воссел на престоле Давида вам. Слушай, Давид был меньший между братьями своими, и Господь был в презрении и поношении, как любящий есть и пить вино, и сын плотника, и в бесчестье даже у своих братьев, сыновей Иосифовых, ибо и братья его, сказано, не веровали в него, Иоанна 7, 5. То есть ранее мы читали, что братья у Иисуса Христа, у Иосифа были от первого брака, да, 7 детей, то есть у праведного Иосифа 7 детей, четверо мужского рода и трое женского. Вот о этих братьях имеется в виду поплотник. Далее сразу находите. Луказец 34-35 стихи. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и села Всевышнего осени тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Столкование Блаженного Феофилаката. Дева сказала, как будет это, не потому, что она как бы не поверила, но потому, что она, как мудрая и разумная, желая узнать образ настоящего события, ибо ничего подобного не было прежде всего и ни после всего не будет. Поэтому и ангел прощает ей и не осуждает, как Захарию. То есть Захарий это отец Иоанна Претечи. Но еще объясняет образ события. Захария справедливо осуждается. Он имел много примеров, так как многие неплодные рождали. Ну, например, у Абраама, жена Исаака, была бесплодна, как ей было предсказано, то есть в старости она, да, зачатие у нее было. То есть у Захарии был пример прежде него, а у Дева, в Богородице Дева Марии не было примера. А Дева не имела ни одного примера, да. Дух Святой, говорит, найдет на тебе, устрояя утробу твою плодоносно и созидая плоть для единосущного слова. Слово с Большим Богом, то есть Господь Иисус Христа. И сила Всевышнего, Сын Божий, ибо Христос есть сила Божия. 1 Коринфянам 1,24. Осенит тебя, то есть покроет тебя, окружит тебя со всех сторон. То есть что значит осенит? Окружит со всех сторон. Ибо как птица осеняет совершенно своих птенцов, накрывая своими крыльями, так сила Божия объяла Деву совершенно. Сие и значит осенит. Посему и рождаемое Святое, за большую букву, то есть растущие в утробе твоей, твоей с Большим, то есть Пресвятой Богородице, постепенно, а не вдруг явившиеся в совершенном виде. То есть здесь он поясняет ту мысль, что зачастие, когда произошло, и плод созревал. Ну как у всех, по человеческому сестру, а не мгновенно он там сразу произошел. Смотри, как указал им Святой Троицу, поименовав Духа Святого силу Сына. То есть сила, Сын Иисус Христос, Всевышнего, значит Отец, Бог Отец. То есть он так толкует. Дальше мы еще продолжим. 36-38 стихи. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 37-38 тогда Мария сказала, Сера, Богосподня, забудет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. 38-38 Толкование блаженного фесилактора. 39-38 Быть может, иной неудоумевает, как Елисавета была стройницей деви, когда дева была из колен Иудина, а Елисавета из дочерей Аароновых, ибо закон требовал, чтобы браки были из одного и того же колена. А потому и родство находилось между происходившими из одного и того же колена. На этом можно сказать и то, что со временем плена роды смешались. А лучше следующее. Аарон имел жену Елисавету, дочь Аминадава, а сей был из колен Иудина. Видишь ли, что Богоматерь была сродницей Елисаветы с самого начала, от Аарона. Поскольку жена Аарона происходила из колена Иудина, из которого была и Богоматерь, а Елисавета была из шерей Аароновых, следовательно Елисавета, сродница Богоматери. Ибо праматерь ее, жена Аарона, была из колена Иудина. Смотри и на преемство родства. Жена Аарона, Елисавета, и жена Захария, Елисавета, как от нее происходящее. Ну, тут здесь от родственной связи. Сера, Богосподня, да будет мне по слову Твоему. Что значат эти слова? Гавриил значит человек Божий. То есть, ангел, имя ему был Гавриил. Мария, Госпожа, ну, то есть переводится слово Мария, Госпожа, а Назарет, то есть город Назарет, освящение. Поэтому, когда Бог имел соделаться человеком, с большой буквы, прилично посылается Гавриил, который означает человек Божий. Да и при действии совершается в святом месте, то есть в Назарете. Ибо где Бог, там нет ничего нечистого. Далее еще будем, мы пока здесь не останавливаемся. Тридцать девятого по сорта второй стихи. Также Мария в одни си с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, заграла младенец во чреве ее, и Елизавета исполнила святаго духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословенно ты между женами, и благословел плод чрева твоего». Толкованием блаженность Ларса. Дева, услышав от ангела, что Елизавета зачала, поспешила к ней, частью радуясь благополучьей сроднице, а частью, как весьма благоразумной, желая окончательно увериться в том, истинно ли, сказал, явившись ей, чтобы по справедливости сказанного в Елизавете не сомневаться и в касающемся ее самой. Ну, то есть, как бы, убедиться, что ангел же ей возвестил, что ты зачнешь. И она поспешила вот к росни своим. Ибо хотя она и надеялась, но все же боялась, чтобы как-нибудь не обмануться. И это не по неверию, но по желанию точнее узнать дело. «Захарий жил в Нагорной стране, поэтому Дева туда и спешит. А Иоанн, то есть сын Захария и Елизавета, будущий, то есть Иоанн, да, пророк, получит некоторое особенное дарование перед прочими людьми, играет в утробе матери. Почему он был больше пророков?» Матфея 11,9. «Ибо они пророчиствовали после своего рождения, а он удостоился такого дарования, будучи еще в утробе матери». Смотри, Дева приветствовала Елизавету, то есть начала речь с ней. Итак, голос Девы был голосом, воплощающимся в ней Бога. «А потому он, с большой буквы, и предтичу удостоил благодати еще во чреве и соделал пророкам, ибо пророчественные слова Елизавета к Марии были слова не Елизаветы, а младенца. А уста Елизаветы только послужили Ему, подобно как и уста Марии послужили сущему, с большой буквы, в утробе ее, то есть Сыну Божию. «Ибо Елизавета тогда исполнила стухом, когда младенец сыграл в очреве. Если бы младенец не сыграл, она не пророчествовала бы. Как о пророках говорят, что они прежде приходили в вышеестественное состояние и вдохновлялись, а потом пророчествовали. Так, может быть, и Иоанн, как бы вдохновившись, прежде взыграл, потом устами матери пророчествовал. Что же пророчествовал? «Благословенно ты между женами». Потом, поскольку многие святые жены рождали недостойных детей, например, Ребекка и Сава, говорит в каблучках «И благословен плод чрева твоего». «Благословен плод чрева твоего» – это означает «То есть ибо плод чрева твоего» – Бог. Так как один Бог благословен, как и Давид говорит в кавычках, «благословен грядущий» – Псалом 117, 26. Называет Господа плодом чрева Богоматери, потому что зачатие было без мужа. Впрочем, младенца – суть рождения отцов, а Христос – плод одной утробы Богоматери. «Ибо она одна понесла его». Толкование сложное, да, еще как бы повторим, чтобы прояснить. Вот идет Пресвятая Богородица, да, когда ей явился ангел, возвестил, что найдет Дух Святой, найдет, и села Всевышняя Синит, она зачнет. И что Елизавета, Елизавета ее сродница тоже уже будет очень неплотно, ну, родит пророка Иоанна Претеча, да, и она пошла как бы убедиться. Вот получается, у нее уже зачатие произошло, а у Елизавета полгода, да, получается, у них разница полгода. То есть Иоанн Претеча рождается, а потом, через три месяца, да, Иисус Христос уже рождается, а они сродними. Потому что Богородица, дел Мария Елизавета, они были родственники, да, родственники были. Ну, как бы вот этот вот небольшой момент. Я сегодня хотела бы еще зачитать вот здесь интересную, скажем, тему такую для нас, православных, чтобы было более проще и понятно, как нам жить и спасаться, и как войти в Царствие Божие. Это книга «Азы православной веры», разрешена она допущена к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Путь в Царство Небесное. Господи, помилуй, много словек. Давайте мы сейчас тогда раз поблагодарим, а потом отдельно зачитаем. Слава Тебя, Господи! Слава Тебя!